Бывший малолетний солдат из Демократической республики Конго рассказал на заседании Совета безопасности ООН о своей жизни, проведённой с оружием в руках. Детство с джуниором Зи Тэнсуами закончилось в 12 лет, когда его завербовали боевики Альянса демократических сил за освобождение Конго. На их стороне он сражался в течение трёх лет. «Мы убивали и грабили, доставляли боеприпасы. Мы прошли тысячи километров с одним убеждением. Мы должны стрелять во всё, что движется, боясь, что выстрелят в нас». Нсуами всё же смог уйти от боевиков. Вернуться к нормальной жизни ему помогла правительственная программа реинтеграции в общество. Но он не перестаётся жалеть о своём военном прошлом. «Пожалуйста, позвольте мне вновь принести свои извинения за весь вред, который мы причинили нашим собратьям. Я по-прежнему жалею об этом». Теперь Цуами – посол доброй воли ООН. Он пытается остановить практику, когда из детей делают солдат. Она распространена во многих африканских странах. Экстремисты, похищающие детей, делают из них боевиков или террористов-смертников. Год назад ООН запустила кампанию под названием «Дети, а не солдаты». Она призвана прекратить вербовку и использование детей в качестве военной силы до 2016 года. «Мы не можем терпеть мир, в котором дети убивают и калечат, где их похищают, подвергают сексуальному насилию, вынуждают воевать и где атакуют школы и больницы. Поэтому мы призываем не только правительство, но и вооружённые группы прекратить грубые нарушения прав детей». По данным ООН, в 2014 году военные действия и насилие непосредственно затронули 15 миллионов детей, в основном в странах Африки.